Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Накануне праздника, 8 марта, предлагаю поговорить о женском здоровье и планировании семьи. Присоединяйтесь к нам! Юлия Захаровна Николаева, заместитель главного врача областного диагностического медико-генетического центра «Брак и семья». В 1986 году окончила Иркутский государственный медицинский институт. По распределению работала на Крайнем Севере. В Гомельском медико-генетическом центре работает с 1994 года. Начинала в должности врача-генетика. С 1997 года заместитель главного врача по медицинской части. Имеет высшую квалификационную категорию. Награждена почетными грамотами Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Гомельского областного исполнительного комитета. В 2018 году получила нагрудный знак «Отличник здравоохранения». На вопросы, которые касаются работы медико-генетического центра «Брак и семья», прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 0232 340 043. Сообщение можно отправить и в Вайбер, номер плюс 375 29 340 043 3. Здравствуйте, Юлия Захаровна. Добрый вечер, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Мы с вами открываем сегодня замечательную неделю, на которой будем провожать зиму, будем отмечать праздник 8 марта. А прямо сейчас предлагаю посмотреть короткий анонс событий недели. Время лакомства, развлечений и проводов зимы у православных верующих началась масленичная неделя, которая продлится с 4 по 10 марта. Во вторник, 5 марта, в Гомеле состоится чествование спортсменов, завоевавших медали на официальных международных соревнованиях и тренеров, принимавших участие в их подготовке. На этот же день запланирована итоговая коллегия управления спорта и туризма. В среду, 6 марта, в Гомеле состоится торжественный прием руководством Гомельской области представительниц женской общественности, посвященной Дню Женщин. Международный женский день 8 марта отмечается в Беларуси как общереспубликанский праздник и, согласно указу президента, является нерабочим днем. Масленичная неделя завершается народными гуляниями. Главные атрибуты праздника – блины, как символ солнца и сжигание чучела, которое символизирует зиму. Эта традиция олицетворяет приближение весны и избавление от негативных эмоций в преддверии Великого Поста. Эти и другие новости смотрите на Беларусь4, ищите на нашем официальном сайте. Тысячам семей получить самые важные, самые долгожданные новости помогли врачи Центра брака «Семья». Юлия Захаровна, вы хотя бы примерно знаете, сколько детей родилось благодаря помощи ваших специалистов? Ох, ну на такой вопрос ответить, наверное, крайне сложно. Посмотрите, наш Центр работает с 1992 года. То есть за столько лет работы, какое количество вообще супружеских пар могло обратиться к нам с проблемами вообще бесплодия, и те, у кого эта проблема оказалась решена. Вот последние годы, например, регистрируется вообще только у нас в Центре, проходит обследование и лечение около полутора тысяч супружеских пар, вот страдающих нарушением репродуктивной функции. Вот и считайте, какое количество вообще детей могло появиться на свет. Вот, ну что я хочу сказать, что вот что нас, так сказать, радует, особенно тех, кто работает в Центре уже давно, что к нам приходят уже с исполнением своей репродуктивной функции, скажем так, те дети, которые вот были рождены в начале работы нашего Центра. Это очень приятно всегда. Врачи, наверное, хранят у себя фотографии малышей, которые им благодарные родители присылают. Есть такие? Ну и фотографии хранят, и воспоминания хранятся, и это вспоминается. И на этом мы учим вообще студентов, на этом мы учим молодых докторов, которые приходят к нам в Центр на стажировку. Ну и стоит отметить, что, конечно же, работа Центра, она ценится в нашей стране. Центр становился лауреатом премии за духовное возрождение. Это было очень приятно, почетно, и планки с тех пор вы не снижаете. Вот о том, какую помощь специалисты оказывают парам, семьям, сегодня поговорим. Правда ли, что семей, которые не могут естественным образом стать родителями, и которым нужна врачебная помощь, с течением времени становится все больше? Я думаю, что так однозначно говорить, наверное, сложно. И, возможно, и не настолько больше становится этих семей, как больше, как более внимательно к этому начали относиться и в обществе. И с помощью развития науки, с помощью внедрения вспомогательных, репродуктивных технологий, с помощью вообще новых методов лечения бесплодия на эту проблему стали больше обращать внимание. То есть она стала более заметна, более видна. О ней стали больше говорить. А в целом, в общем-то, статистика по бесплодным супружеским парам, она где-то в целом примерно одинаковая по данным и Всемирной организации здравоохранения, и, в общем-то, и по данным наших всех и отчетов, и документов. Частота бесплодия составляет порядка 15% среди супружеских пар. Бывает ли так, что эта проблема в принципе неразрешима? Ну, такой вот достаточно сложный вопрос. Вообще, вот если исходить из возможностей современной медицины, если исходить из возможностей современных, вообще вот особенно репродуктивных технологий, то, наверное, эта проблема сейчас разрешима практически всегда. Вот смотрите, если даже взять пример, ну, у женщины, допустим, плохо работают яичники, не развивается яйцеклетка, но есть матка, да, мужского фактора у нас нету. Значит, можно воспользоваться донорскими яйцеклетками, и с помощью ЭКО может наступить беременность. Да, этот ребенок будет, ну, на 50% генетически, да, родным этой семье, но, тем не менее, это ребенок. Если мужской фактор, допустим, имеет место в данной ситуации, то, опять же, есть новые методики, которые называются методика ИКСИ, то есть оплодотворение одним сперматозоидом, либо, опять же, как вариант, можно воспользоваться спермой донора для проведения либо искусственной инсеминации, либо экстракорпорального оплодотворения. Да, этот ребенок тоже наполовину, скажем так, генетически близок, генетически родной родителям, но, тем не менее, опять же, это решение вопроса. Ну, ситуация, например, когда у женщины, ну, нету матки, да, но работают яичники и вырабатывают яйцеклетки. Опять же, можно провести искусственное оплодотворение и с помощью суррогатной мамы выносить этого ребенка. Да, вынашивать его будет другая женщина, но это стопроцентно генетический родной ребенок. То есть к чему я привожу эти примеры? Что, наверное, безысходных, вот совершенно безвыходных ситуаций, ну, наверное, очень сложно представить. Просто все эти ситуации, они индивидуальны для каждой семьи, и во всех случаях, наверное, их надо решать со специалистом, а не оставаться один на один с этой проблемой. А что вы знаете о ВРТ и как к ним относитесь? Юлия Захаровна, мы провели свой опрос людей на улицах Гомеля. Давайте посмотрим. Если честно, не знаю, но я, наверное, за то, что, как бы, как по природе, натурально. Я считаю, что роль Бога должна оставаться у Бога. Вот. Что человек не должен исполнять роль Бога. Если женщина хочет и нет возможности, почему бы нет? Очень сложно я к этому отношусь. Если это приличная пара и не может зачать, то, может быть, это и оправдано. А если это делается как для рекламы, самая реклама, как, например, там, звезды наши, чтобы их увидели, я это не приветствую. Не должны эти технологии быть, я так считаю. А как быть тем, кто не может забеременеть? Ну, раз Бог не дал, значит, не надо иметь детей. Потому что я знаю, такое вот женщина тоже хотела иметь детей. Вот она сейчас последствия имеет от этого ребенка. Какие? Ну, какие. Вот сейчас он пьет у нее, она всю душу ему выложила в детстве. А сейчас он ее над ней издевается. Я очень хорошо отношусь, потому что, если не дано, ну, допустим, женщины у каждого бывают свои ситуации, я считаю, что это очень хорошо. Я это поддерживаю. Ну, я также считаю положительно, потому что это какая-никакая, но есть помощь. Ну, тогда у молодых спрашивать, я что могу сказать. Не знаю, ну, наверное, нормально. Что я сама мама многодетная, как бы счастливая в этом плане, мне не было вопросов. Но если семья не может ребенка иметь простым способом, то дай бог, чтобы так получилось. Вы смотрите «Диалог», мы работаем в прямом эфире. Говорим сегодня о работе Гомельского центра «Брак и семья». Юлия Захаровна, прокомментируете? Ну, я даже не знаю, как вообще можно здесь прокомментировать. Для нас, например, вот для медиков, да, все вспомогательные репродуктивные технологии – это один из методов лечения бесплодия. В тех ситуациях, когда исчерпали себя все возможности консервативного лечения, когда нет возможности вообще у семьи, чтобы наступила беременность естественным путем, тогда на помощь приходят вспомогательные репродуктивные технологии. Но однозначно мое глубокое убеждение, что они должны применяться исключительно по медицинским показаниям. А какой процент эффективности у разных методов РТ? Ну, в целом, в общем-то, если говорить об эффективности, например, экстракорпорального оплодотворения, то частота наступления беременности составляет порядка, ну, 30-40%. Это, безусловно, зависит от многих вообще факторов. Чем моложе женщина, чем выше вероятность у нее наступления беременности, тем более старше женщина, тем, ну, скажем так, вероятность наступления беременности ниже. Но в целом это где-то вот такие цифры. И эффективность других способов, она ниже, чем у ЭКО? Других вспомогательных способов, я имею в виду? Ну, нет, наверное, так нельзя сказать однозначно. Просто существует несколько, да, вариантов вообще вспомогательных репродуктивных технологий. Это искусственная инсеминация, вот, это обычное вот экстракорпоральное оплодотворение с последующим вот переносом эмбриона в полость матки. И это вот методика ИКСИ, да, которая позволяет решать вопросы наступления беременности, если в семье имеется, ну, мужской фактор бесплодия, если можно так сказать. Вот. И в зависимости от ситуации, это не потому, что я хочу это или я хочу то. Для каждой методики, для каждого метода существуют свои медицинские показания. И, в общем-то, уже доктор вместе с семьей, естественно, решает, какой метод лечения бесплодия в данной семье будет максимально эффективным. Сколько стоит ЭКО в Гомеле? Ну, у нас в центре, в общем-то, стоимость этого вида лечения составляет порядка 4 тысяч белорусских рублей. Но я сразу хочу вообще оговориться, что это львиная доля, скажем так, в стоимости этого лечения составляют расходные материалы, то есть медикаменты, которые необходимы для проведения этой процедуры, среды, ну и другие расходники. А работа врачей здесь как раз-таки оценивается гораздо меньше. Да, это меньшая часть всей суммы за лечение. Юлия Захаровна, а как вы относитесь к тому, к тем предложениям, которые высказываются сегодня в правительстве, чтобы одна попытка ЭКО была для пары бесплатной? Нет, это, безусловно, вообще замечательная инициатива, и мы надеемся, что этот закон будет принят. В каком варианте, пока еще это все обсуждается. Но, тем не менее, учитывая все-таки достаточно высокую стоимость этого метода лечения, для многих, наверное, супружеских пар это будет возможность получить беременность. Да, это будет хорошим выходом. Предлагаю сделать небольшую паузу и посмотреть сюжет. Наши корреспонденты побывали в центре «Обрак. Семья» и познакомились с его специалистами. Это действительно уникальное медицинское учреждение. Сюда одновременно приходят те, кто только мечтает о собственном ребенке и те, кто уже считает себя счастливым родителем. По статистике, до 15% супружеских пар детей не смогут иметь никогда. Современная наука эти цифры научилась корректировать. А в Гомельском медико-генетическом центре «Брак и семья» говорят, что примерно каждой трети из этих семей помочь можно. Другое дело, что проверить свое репродуктивное здоровье лучше не дожидаясь наличия проблем. Конечно же, они планируют уже после 18-20 лет. Но, тем не менее, у нас есть врачи, которые занимаются детьми и подростками. Потому что проблемы с зачатием могут еще сформироваться и в детском возрасте. И для того, чтобы этого не было, чтобы вовремя найти причину и устранить, обязательно проходят обследования и лечения еще и детки. Физиотерапевтическое отделение Гомельского областного медико-генетического центра очень сильно напоминает лечебные кабинеты белорусского санатория. С той лишь разницей, что здесь не просто лечат, а добиваются целенаправленного эффекта. С этой целью за собственное средство здесь приобрели второй в Беларуси аппарат экстракласса – ударно-волновой терапии. О его цене в центре предпочитают не говорить, однако не скрывают – она не маленькая. О сроках окупаемости речь также не идет. Именно в этом случае главное не деньги, а эффект. Если это оборудование поможет родиться даже одному малышу, затраты не будут лишними. Современно необходимое для лечения пациентов, для того, чтобы проводить профилактику и лечение для сохранения репродуктивного здоровья. Хотя не все сегодня зависит только от медиков. По мировой статистике, примерно каждый пятисотый ребенок рождается с синдромом Дауна. Почему это происходит, медики однозначно судить не решаются. Однако сегодня, уже на 11-й неделе беременности, могут дать ответы наличия у будущего ребенка этого заболевания. На этом фото однозначно видно – у плода есть дополнительная хромосома. Пока такие генетические заболевания не лечатся, а потому теперь решение принимать родителям. Этот наш биохимический скрининг, он проводится в первом триместре беременности. Мы здесь определяем три биохимических маркера. Они нам позволяют наиболее с высокой вероятностью показать, какой есть риск по болезни Дауна. Кабинет ультразвуковой диагностики известен всем современным мамам. В принципе, такие аппараты сегодня есть практически во всех поликлиниках. Однако, по словам самих медиков, провести детальное обследование еще только формирующегося ребенка – это высший пилотаж. Как минимум дважды за время беременности этот кабинет посещает каждая женщина. Вот это вот головочка у плода. Все, что вот здесь вот каждая вот структура, каждая имеет свое название. Все это оценивается, читается и видно, что здесь все сформировано правильно по всем структурам головного мозга. Личко, глазенки, губежка, подбородочек. Никаких тоже аномалий здесь нет. Вот. Спускаемся дальше. Позвоночник, ребрышки. Сердечко видим сформировано правильно. Когда-то они скажут первые слова, потом сделают первые шаги. Хотя, возможно, все будет наоборот. По большому счету это совершенно не важно. Главное, чтобы они были. Наши самые главные в жизни люди – дети. Сходя из причин, конечно, это не природа. Любой человек рождается для того, чтобы продолжить свой род. И, естественно, это, в общем-то, и наше поведение, и наши те болезни, которые мы перенесли. Это основная причина нашего поведения. Вы смотрите «Диалог». Юлия Николаева, заместитель главного врача, медико-генетического центра «Брак и семья» сегодня у нас в гостях. В идеале рождение ребенка должно быть, конечно, не спонтанным, а запланированным. Юлия Захаровна, вот за какой помощью должны молодые люди, которые только планируют семью, обращаться к специалистам центра? Ну, говорить о том, что беременность должна быть плановой, запланированной, говорить вообще об этом можно много, нужно много. И хотелось бы, чтобы именно такие беременности вообще наступали у нашего населения. К сожалению, так не всегда происходит. Но, тем не менее, хочу отметить, что все больше супружеских пар вообще относятся к этому вопросу, скажем так, достаточно осознанно. И проходят своевременное обследование, дородовую подготовку, которую сейчас называют у нас перегравидарную подготовку и так далее. Я бы хотела, наверное, сказать больше о том, кому необходимо обратиться на консультацию вот именно в наш центр. Дело в том, что это установлено, что порядка 90% детей с наследственными врожденными заболеваниями рождаются в семьях, у которых не было абсолютно никакого повода для обращения к специалистам. И только 10% детей с наследственными проблемами рождаются в так называемых наследственно отягощенных семьях, это можно так сказать. Поэтому, в общем-то, для того, чтобы все-таки определиться, скажем так, какая проблема была в семье, нужно ли и можно ли с этой проблемой что-то делать, безусловно, для этого существуют специалисты. В частности, врач-генетик. Кому надо, кому стоит вообще еще до беременности, а может быть даже и до планирования семьи, обратиться к этому специалисту. Но это, безусловно, те случаи, если все-таки в семье есть указания, есть какие-то сведения, есть какая-то информация, либо тем более есть установленный вообще диагноз наследственного или врожденного заболевания. Если в семье рождались дети с какими-то рожденными пороками развития, с какими-то, опять же, наследственными или врожденными заболеваниями, если такая проблема есть у кого-то из будущих родителей, если среди родственников, ближайших родственников, есть пациенты с умственной отсталостью, с какими-то другими нарушениями, вот это те семьи, которые вообще должны обратиться до планирования семьи на консультацию к генетику. Но, как я уже сказала, 90% – это семьи, которые, в общем-то, не имели бы никакого повода для обращения к специалистам. Что делать в таком случае? Вообще, как вот в таких случаях поступать? Как помочь не родиться, скажем так, в семье больному ребенку? Вот для этих целей, в принципе, уже давно в мире вообще начаты разработки всевозможных скринирующих программ. Их много, они самые разнообразные. Наука двигается вперед. С наукой с годами, так сказать, становятся более совершенными эти программы. Вот. И у нас вот сейчас в центре для… Не только у нас в центре, у нас в области, наверное, будет правильно сказать. Для вот своевременной диагностики наследственных и врожденных заболеваний тоже проводится пренатальный скрининг. Проводится он в несколько этапов. На первом этапе проводится ультразвуковое исследование в первом триместре беременности. Вот. И во время этого УЗИ… Это проходят абсолютно все беременные женщины, которые стали вовремя на учет. Вот. И сразу хочу здесь немножко, так сказать, отклониться. Вот для этого необходима при беременности своевременная, ранняя постановка на учет в женскую консультацию. Так вот, в первом триместре беременности в 11-12 недель сначала беременная проходит ультразвуковое исследование, во время которого есть возможность выявить, скажем так, наиболее грубые структурные изменения плода. И дальше принимать решение. Кроме того, в этом сроке беременные сдают кровь для определения определенных биохимических маркеров в крови. Вот. И потом эти маркеры биохимические и результаты ультразвукового исследования. Вы, кстати, это видели на сюжете, да? Вот заносится в компюс... Ну, существует специальная программа, которая рассчитывает риски по хромосомным нарушениям. И дальше с этой семьей проводится работа в плане уточняющей диагностики, есть или нет. Следующий этап пренатального скрининга – это ультразвуковое исследование уже во втором триместре беременности. Это срок 20-22 недели. В этом сроке уже более, скажем так, прицельно, более детально можно рассмотреть внутренние органы плода, центральную нервную систему, вот вам показывала наша доктор Наталья Павловна Бартовская на экране, да? Вот. Можно рассмотреть сердечко, почечки. И при наличии, опять же, каких-то изменений, семья направляется на консультацию к врачу-генетику. На этой консультации задача уже врача-специалиста – разъяснить семье все-таки суть, так сказать, выявленных проблем. И самое главное – помочь семье принять какое-то решение. Вот. Но хочу сразу вообще заметить, что все решения принимает семья. Никаких директивных, так сказать, указаний на дальнейшее ведение беременности во время этой консультации не будет. Задача врача – определить, разъяснить прогноз, что ждет вообще семью, что ждет ребенка при выявленной патологии. Но решение продолжать или прерывать беременность должна принимать семья. Ошибки возможны в данном случае? Значит, если речь идет об установленном у плода, да, какой-то серьезной проблеме в плане тяжелого врожденного порока развития, вот, либо хромосомных нарушений, такое решение никогда не принимается врачом ультразвуковой диагностики единолично. По крайней мере, у нас в центре. Вот. Всегда в этих ситуациях осмотры проводятся консилиумом с участием наиболее опытных специалистов. Потому что это очень ответственное решение, это очень ответственный диагноз, потому что, ну, на кону стоит вообще судьба беременности. Такая жизнь и сын восьми. Вот. И чтобы принимать такие решения, такие решения должны всегда быть, ну, очень, скажем так, обоснованы. Юлия Захаровна, есть вопросы, которые к нам приходят на Вайбер. Давайте обратим на них внимание. Да. Юлия Захаровна, подскажите, как можно к вам записаться на консультацию? Ну, непосредственно в Центр брака семья и лично к вам как к генетику. Вы ведете прием? Я тоже веду прием. Кроме меня у нас ведут прием генетики, еще врачи. Записаться к нам нет никаких проблем. Запись осуществляется по телефону. Все контактные номера телефонов размещены на сайте нашего учреждения. Вот. Либо, опять же, телефон регистратуры 34 36 82. Пожалуйста, звоните. Желательно, конечно, иметь при себе направление от врача из лечебного учреждения по месту жительства. Но даже при отсутствии направления, если в семье есть какая-то проблема, мы всегда оказываем такую помощь. Или есть проблема с зачатием ребенка, да, то можно обратиться к специалистам. Точно так же вообще можно, либо взяв направление в женской консультации по месту жительства, либо самостоятельно. Поскажите, могу ли я забеременеть после ДЭК шейки матки и диагноз хронический цервицит? Екатерина обратилась. Уважаемая Екатерина, такие вопросы надо решать все-таки в индивидуальном порядке, вообще посетив врача-акушер-гинеколога. Теоретически вполне можете. Практически это надо решать. Пугаться ничего не надо. Нужно просто обратиться к врачу и лечиться. Ничего фатального в данном диагнозе? В данном диагнозе, конечно же, нет. Если у пары определили вероятность генной патологии будущего ребенка, что может предложить современная медицина для разрешения этой непростой ситуации? Но патологии тоже разные. Да, вот это очень интересный вопрос вообще, о котором можно говорить очень долго. Если говорить о наследственных заболеваниях, то причин их возникновения, в общем-то, существует несколько, скажем так. То есть наследственные заболевания, сразу хочу сказать, это не те заболевания, которые передаются в обязательном порядке по наследству. А наследственными они называются потому, что причиной возникновения этих заболеваний является то или иное изменение наследственного материала, генетического материала. Эти изменения могут быть нескольких видов. Но если говорить, например, о наследственности человека, о генетическом материале и так далее, то, если так по-простому, весь генетический материал у нас расположен на хромосомах. У нас у человека в норме 46 хромосом, 23 пары. И на них уже расположены более мелкие носители наследственной информации, гены. Так вот, могут быть самые разнообразные ситуации. Изменения, наследственные заболевания могут возникать вследствие изменения общего количества хромосом. Вот как, например, болезнь Дауна, которую мы видели на экране. Лишняя 21 хромосома, вместо 46 их 47, и это проявляется вот таким достаточно распространенным заболеванием. Либо наоборот, может не хватить одной хромосомы. Например, если у девочек не хватает одной женской хромосомы, мы получаем синдром Шершерского-Тернера, их 45. Вторым вариантом может не хватать или быть избыток не целой хромосомы, а кусочка какого-то. Вот, например, отсутствие небольшого кусочка на пятой хромосоме – это синдром кошачьего крика. И третий вариант, это уже более, скажем так, еще один – это когда изменения происходят уже на уровне генов, самых мелких носителей наследственного генетического материала. И вот задали вопрос по поводу генных болезней. Почему я так далеко про это зашла? Значит, лабораторным методом, который позволяет вообще установить, подтвердить диагноз генного заболевания – это молекулярно-генетический метод. И здесь все зависит от того, вот касаясь конкретной семьи, все зависит от того, проводилась ли молекулярно-генетическая диагностика в этой семье и установлено ли в семье, установлен ли этот генетический дефект. Потому что, ну, это важно для определения прогноза дальнейшего. Потому что генные заболевания тоже могут наследоваться и возникать по разным причинам. И тогда они могут возникать в качестве вот, ну, впервые возникшей мутации, то есть спонтанно. Вот. И тогда риска того, что это повторится у следующих детей в этой семье нет. А иногда бывают заболевания, когда кто-то из родителей является носителем этого измененного гена. И в этих случаях заболевание может передаваться вообще его потомкам с вероятностью 50 на 50. А есть третий вариант, самый вообще, наверное, серьезный и самый, ну, скажем так, болезненный. Это когда оба родителя, ничего не зная, являются носителями одной и той же вообще мутации, но в подавленном состоянии. То есть у них это не проявляется в качестве заболевания, они живут спокойно, ничего не знают, пока случайно не встретятся друг с другом и не начнут планировать беременность. И вот в этой ситуации риск того, что это может возникнуть заболевание у ребенка, составляет достаточно высокий риск, 25%. Но в этих случаях, если молекулярно-генетический дефект установлен, мы можем обсуждать вопрос о диагностике во время беременности, к чему я это вот так далеко говорю. Вот. И тогда уже в 11-12 недель беременности можно определить, что он наследовал плод и дальше вообще принимать решение. Продолжим эту тему. «Моего врача нет оснований направить меня на анализ околоплодных вод, а я хочу перестраховаться, так как, не знаю, рождались ли с патологиями дети в моем роду и роду мужа. Есть ли необходимость настаивать на таком исследовании?» Тревожная мамочка. Тревожная мамочка, да. Ну вообще, конечно, все обследования, все исследования должны проводиться по медицинским показаниям. Вот. Поэтому я думаю, что вот конкретно этой вот обеспокоенной будущей маме стоит обратиться для начала на консультацию, опять же, к врачу-генетику. Это совершенно можно сделать беспрепятственно. Вот. И обсудить с врачом необходимость, целесообразность проведения такого исследования, показания к ней и противопоказания. Потому что анализ околоплодных вод – это не самое простое вообще обследование. Вот. Оно имеет свои вообще риски осложнений и так далее. Да. Вот. То есть должно проводиться тогда, когда вероятность, скажем так, находок выше риска осложнений. Интересный вопрос пришел. Здравствуйте. Возможно ли как-то повлиять на зачатие двойни? Есть один ребенок, второй раз хотим двойняшек. В роду ни у кого близнецов и двойняшек не было. Вот нет, к сожалению или к счастью, я не знаю. Вот. Да. Под заказ такие, в общем-то, проблемы не решаются. А ЭКО – это только исключительно может использоваться в ситуации бесплодия? Либо в ситуации, ну, вот хочется двойняшек. Нет. Дело в том, что я уже говорила и повторюсь вообще. По крайней мере, у нас в учреждении, в официальных учреждениях здравоохранения ЭКО применяется исключительно по медицинским показаниям. То есть никто просто хотелки на двойню или на ребенка определенного пола Ни в коем случае. Выполнять не будет. Слишком это… Это запрещено у нас. Слишком это все серьезно. Конечно. А женщина, не состоящая в браке, может делать ЭКО? Или это тоже запрещено? Это не то, что запрещено. Это не запрещено, но дело в том, что женщина, не состоящая в браке, это такой достаточно сложный вопрос, может сделать ЭКО от анонимного донора. Вот. Она имеет на это право. Но дело в том, что у нас в стране еще пока не сформирован банк анонимных доноров, и поэтому в государственные учреждения здравоохранения с этим не работают. Это частные центры, которые занимаются вопросами ЭКО. Они работают с зарубежными банками спермы. И там, я думаю, возможно это проведение. Спасибо большое. Вернемся к генетическим исследованиям. Какие патологии выявляются и какова их частота? Потому что слышать об этом, конечно, страшно. Насколько вероятность этого велика? Ну, если говорить о частоте наследственных врожденных заболеваний, то, в общем-то, она везде в мире оценивается как порядка 5-6% среди новорожденных. То есть, вроде бы, да, это часто. С другой стороны, наследственные болезни – это каждая из них, это редкость. Не зря же наследственные болезни, практически все наследственные болезни, относятся к так называемым орфанным болезням, то есть редким болезням. Вот, и частота их встречаемости, ну, может быть, как тот же синдром Дауна, допустим, да, вот, частота 1 на 400-500 зачатий, там, частота того, ну, той же фенилкетонурии, заболевания наследственное, нарушение обмена веществ, его частота 1 на 5-6 тысяч новорожденных, а есть заболевания, которые встречаются с частотой 1 на 100 тысяч, 1 на 200 тысяч, даже 1 на 500 тысяч. То есть, к чему я это говорю, что каждое из наследственных заболеваний само по себе редкое. Но в целом это достаточно большая группа болезней, с которыми, ну, приходится столкнуться врачу, наверное, любой специальности. Да? Много таких пациентов сейчас у нас? Ну, не то, что сейчас. Опять же, такие пациенты были всегда. Да, и вот посмотрите, даже если вот говорить о картинах старых мастеров, вообще об описаниях, вот, ну, древних даже каких-то медицинских вот трактатах, там уже есть вообще указания на наследственные болезни. То есть они были всегда. Это не то, что они случились, просто сейчас их научились распознавать. Выявлялась, распознавать. А если речь идёт не о беременной женщине, которая обратилась на приём, а маме с уже ребёночком, которому год-два и больше, как это выявляется? Как оно проявляет себя? Как проявляет себя? Дело в том, что наследственные болезни, они очень разнообразны. Вот. И могут затрагивать абсолютно любые органы и системы в организме. Вот. Но особенностью их является всё-таки такая вот мультисистемность, если можно так сказать. То есть патологический процесс, вовлекаются многие органы и системы. Наследственные заболевания, особенно если речь идёт о генных, о хромосомных заболеваниях, это всегда, в общем-то, ну, как правило, всегда это тяжёлая инвалидизирующая патология. Вот. На сегодняшний день, ну, описано по разным данным. Более 4-5 тысяч вообще единиц наследственных болезней. Вот. К сожалению, вообще приходится признать, что специального лечения, специального лечения, к сожалению, для большинства наследственных болезней нет. Но это не значит, что семьям нужно опустить руки. Это не значит, что вообще с этими пациентами не надо работать. Ни в коем случае так вообще не думать, ни рассуждать нельзя. Вот. Все эти пациенты обязаны, имеют право и должны получать симптоматическое лечение. Но для чего важно поставить диагноз? Ну, во-первых, диагноз сам по себе – это важная вещь вообще, чтобы знать, что это такое. Вот. Поставленный диагноз помогает ответить на вопрос, от чего это случилось. И самое главное вообще в этой ситуации, если в семье уже есть больной ребёнок, поставленный диагноз помогает дать генетический прогноз, то есть определить вероятность повторного рождения ребёнка в этой семье. И есть ли возможность во время беременности установить это заболевание? Вот это, наверное, основные такие основополагающие моменты медико-генетического консультирования. А с помощью чего можно поставить этот диагноз? Ну, существует много методов обследования. Это цитогенетическое обследование, которое проводится у нас в центре, с помощью которого можно посчитать, скажем так, и посмотреть хромосомки. Это молекулярно-генетические исследования, которые для всей республики выполняются в РНПЦ «Мать и дитя». Ну и так далее. Юлия Захаровна, генетический паспорт имеет смысл делать будущим родителям, чтобы знать всё о себе досконально? Вы знаете что, это очень такой вообще тоже сложный вопрос. Дело в том, что у человека вообще порядка 30 тысяч генов, которые вырабатывают определённый белок и изменения в которых может вести к тем или иным нарушениям. Возможно вообще установить всё? Наверное, нет. Да, и что сыграет, и что в конкретном случае с конкретным твоим мужем или женой произойдёт, предсказать невозможно. Но к себе нужно быть внимательным. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрительницам накануне 8 марта? Ой, ну 8 марта – замечательный праздник. Это вообще праздник весенний. Поэтому я хочу пожелать всем в этот день, и не только в этот день, вообще весеннего настроения, радости, любви, красоты. Я хочу пожелать, чтобы глаза ваших близких, ваших родных излучали только любовь вообще и тепло. И, конечно, я хочу пожелать всем здоровья. Спасибо огромное за такую интересную сегодняшнюю беседу. Спасибо. Юлия Николаева, заместитель главного врача, медико-генетического центра «Брак и семья» была сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова